добрый день добрый день дорогие водолеи добро пожаловать на мой канал и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июль 2024 год да дорогие июль 2024 если конечно же вы смотрели большое видео лето надежд то вы знаете о чем я буду говорить но сейчас буду развернуто про июль в лето надежды рассказала гороскоп на три летних месяца июнь июле август и конечно же немножечко зацепила осень да для того чтобы максимально плодотворно продуктивно спланировали свое лето чтобы вам было понятно какие эмоции энергии ожидают в каждом месяце здесь конечно конечно же обстановочка то будет по-разному и так дорогие у нас июль идем по плану как говорится хотелось бы чтобы этот план был легкий гармоничный хаотичный до по-водолейски но ребята ребята скажу так что у нас начинается очень бодро июль у нас последний день июня 30 числа разворачивается сатурн ваш второй управитель и начинает начинает я бы так сказала задавать вопросики по всем моментам которые связаны у вас с вашей реализации потому что сатурн это всегда планета социального статуса планета реализации это социальная планета которая характеризует нас такими навыками терпения умение достигать вершин умение работать плодотворно терпеливо умеем ли мы стойко бороться с трудностями да ребят это все сатурн я знаю вы не очень любите сатурнянскую такую энергию но так случилось ребят что это ваш второй управитель здесь конечно же для вас будет такой вопросик еще творчество вдохновение кем вы хотите все-таки стать от сердца не потому что кто-то вам сказал что надо именно вот сереже становиться тем самым персонажем жизни и потому что это выгодно потому что так надо кто-то за это решил ребята нет здесь от вас требуется в июле я бы сказала ваши внутренние амбиции каким человеком вы хотите стать какое будущее вы хотите иметь какую жизнь вы себе хотите кем вы хотите в этой жизни стать здесь от профессии до личной жизни отношений сфера друзей любовь семья брак дети вашу реализацию вообще вообще во всех вообще в принципе сферах потому что здесь и конечно же водолеи первой декады буду чувствовать вот это внутреннее вдохновение от юпитера который гуляет сейчас по близнецам и делает трин к водолеем первой декады ребята быстренько и коротенько у нас водолейское время три декады как в любое другое время те водолеи которые родились у нас в январе это первая декада с 1 по 10 февраля это вторая декада и конечно же третья декада это оставшееся время до знака зодиака рыбы и что дорогие мои естественно здесь момент того что водолеи первой декады будут это январьские водолеи будете чувствовать вот это вдохновение вот этот позитив ощущение что удача с вами потому что юпитер делает трин к вашему натальному солнцу в транзитной карте здесь конечно же действуйте чем больше вы внедрите своих коммуникативных навыков навыков продвижения в карьере в работе будет хорошо естественно развернулся сатурн сатурн тоже как бы говорит то что ты раньше думал думала в своей голове давай начинай внедрять до сатурн будет разворачиваться с 30 июня плюс-минус три дня к этому моменту накидываем естественно у нас уже сейчас это время такое начинается когда мы начинаем четко понимать да куда мы все-таки идем и до 3 июля у нас разворачивается нептун нептун тоже будет давать его так сказала водолейчиком первой декады такой классный стиль вдохновение воодушевление такие внутренние резервы ресурсы сил понимания принятия даже каких-то сложных таких моментов здесь нептун да будет делать такую покатиться назад в ретроградном движении но при этом гармоничном аспекте все осознание мысли и переживания страхи все только пойдет на пользу если вы честно себе в этом признались поэтому признавайтесь себе в своих же страхах честно ускоряйте работу своего мозга своей жизни ускоряйтесь нужно уже торопиться и до 6 6 июля у нас дорогие водолеи водолеи все водолеи у нас новолуние новолуние для всех и она в раке ребят если я не говорю про каких-то водолеев например водолеи 2 3 декады не потому что ребята я вас не люблю вообще нет просто сейчас не складываются у меня аспекты для вас поэтому да здесь конечно же запаситесь таким я бы сказала немножко терпением сегодня про все декады расскажу и так 6 июля у нас новолуние в раке день я не скажу что супер напряженный напряжение возникнет чуточку позже напряжение возникнет с 7 июля потому что с 7 по 18 июля у нас как раз таки момент который будет связан с финансами работы личной жизни полностью я бы так сказала ревизия всей своей жизни здесь и винира будет в оппозиции с плутоном который плутон кстати идет по первой декаде водолеев то есть те водолеи которые родились первых пяти числах первой декады да то здесь конечно же вы понимаете что силы эмоции ого-го такое ощущение что жизнь раздавливает на плутон всегда приходит с такими сложными эмоциями энергии особенно если плутон вашей натальной карте но вы им не заняты вы с ним не работаете тогда конечно же будет чувствовать что вас сдавливает если же в вашей натальной карте активный плутон вы активно владеете энергиями плутона то есть для вас какие-то сложные ситуации в жизни в бизнесе это вообще легко и вас это только заряжает тогда для вас это конечно же будет такое легкое время можно будет построить новое яркое интересное с учетом того что ребята скажу уран ваш управитель до самый главный и интересный необычный идет сейчас по тельцу и делает и делает квадратуру к водолеем третьей декады до дорогие это не очень приятный аспект этот аспект который заставляет заставляет избавляться от старого и начинать новую ну то есть так вот он проезжает вот по нашей гордыне до по нашим проектам по нашей жизни и у нас такое ощущение что мы вообще не тем занимаемся что мы потеряли такую нить жизни это и конечно же самые такие сложные случаи кто вообще не идет в свою жизнь в свое развитие да ощущения будут такие естественно все те кто активно работают трудятся что-то в жизни достигают и понимают что все она дается трудом что просто так очень быстро она не бывает что это нереально а хотя я знаю многим водолеечком хочется чтобы все оно пришло быстро на хайпе легко ну потому что водолеи это умный знак зодиака будем честны тем кому даются мозги никогда не бывает легко да ребят просто потому что вы очень много в этой жизни понимать но примите это как факт и здесь конечно же необходимо трудом всеми своими навыками какие у вас есть только которые вы развили своей жизни но я знаю вот вот водолеи которых я знаю вот они умеют все делать когда неоднократно там записывался на консультацию вот вот начинаешь спрашивать все навыки буду с детства люди развиваются да и здесь не вопрос если ты такой умный креативный талантливый и творческий да почему ты так мало зарабатываешь вот как раз таки тот самый момент возможности увеличить заработок и этот момент наступает как раз таки 7 по 18 июля июля здесь венера в оппозиции с плутоном и марс в соединении с ураном который даст огня мощь и терпение потому что сейчас марс идет все-таки по знаку телецу а телец терпеливый знак который все-таки говорит ну ладно давай потрудимся давай потрудимся ты сильно то не пыли хотя захочется не пылите дорогие водолей и будет счастье работайте внедряйте внедряйте как можно больше уран будет вытаскивать я бы так сказала вас и своей засиженной колеи это такой хороший момент со второй половины июля будет получаться гораздо уже лучше много возможностей к вам придет нам потому что будет в соединении марс с ураном в таком четком классно мы ребят конечно же внедряйте и делайте не сидите на месте следом у нас идет естественно естественно полнолуние полнолуние 21 июля полнолуние у нас в козероге но в соединении с плутоном когда мы будем четко понимать к чему мы пришли что мы сделали что у нас получилось когда время принимать решение решение и было бы классно что к чему-то вы пришли для того чтобы принять решение сделать выбор здесь конечно же выбор пойдет в пользу нового пользу того чего вы боялись раньше допустить даже в своей жизни да то есть захочется конечно же поступить по старому но все-таки уранчик здесь будет давай по новому давай что-то новое сделаем но по старому же мы уже действовали да поэтому если вы позволите как говорится своему внутреннему креативному водолею водолею поступить в ярко открыто амбициозно по новому мощно не побоитесь страхов своих тогда да ребят хорошее время хорошее для вас будет полнолуние окончание месяца в принципе в том числе так начнется более активная продуктивная работа коммуникации и тому подобное потому что в оставшиеся во время месяца здесь конечно же уран будет в квадратуре с меркурием и здесь классное время для освоения знаний навыков сдачи учебы продвижению проектов запуска для того чтобы выступать на публике быть оратором что меркурий как раз таки в это время во льве и здесь ребята максимально действуйте максимально будьте активны не упускать свои возможности и тогда в работе и в карьере за этот июнь получится взлететь взлететь сильно амбициозно на хайпе нет ребят мхайп это такая история к с которой если вы уже набаловались уже пробовали не получится давайте уже на планомерном на четком что вы себе активно представляете то как вы хотите к чему вы долго шли здесь конечно же да тогда последняя неделя июля сложится очень классно не будет для вас напряженной потому что для вас дорогие водолеи нагружать мозг это вообще нормально вы когда усложняетесь в знаниях у вас как антенна с космосом такая соединяется таки вау вы себя так еще не будто больше любите поэтому да при этом этот месяц будет немножко сложноват в отношениях потому что же углубившись в работу меньше времени будет для любовных отношениях но здесь такая знаете история того что я не скажу здесь стопроцентная история разводов расхождений нет эта история все таки будет больше фонить в августе здесь история что все таки было бы хорошо было бы хорошо подняться в работе запустить все то что вам давно хотелось все то что вы не могли себе позволить боялись и переживали это до любовные отношения но уделяйте все-таки немножко времени понимание принятия что партнеру это время тоже нужно и он тоже волнуется поэтому здесь немножко фокус внимания все таки не проседайте в отношениях да потому что будет сложный август который все равно заставит на любовную сферу обратить внимание здесь конечно же работа для водолеев особенно если вы очень долго к этому шли если вы водолей которому 40 41 42 43 44 это те водолеи которые нужно усложняться брать максимально высокую планку да хотя бы уж начать с той планки которые вы всегда хотели как минимум прийти здесь конечно же ребята действуйте не скажу ни в коем случае сидеть отдыхать тратить терять время нет 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 ни в коем случае потому что июль для вас будет и обещает быть взлетным поэтому я всегда для водолеев про возможности потому что когда он водолеев нет этих возможностей такое ощущение будто бы обрубаются крылья обрубается свобода а для водолеев это тот самый воздух который необходим для того чтобы жить поэтому дорогие водолеечки я надеюсь вы у меня все живете по солнцу а истинно водолейское солнце это то которое активное креативное амбициозное постоянно что-то пробует постоянно что-то внедряет постоянно не останавливается такой моторчик из интеллекта естественные коммуникативных навыков для того чтобы применить все свои знания в жизнь ребят вот такой будет активный интересный для вас месяц конечно же если вы хотите отдыхать потому что меня тоже спрашивают это что за гороскоп такой про отдыха вообще ни слова этим летом или очень мало ребят ну во первых у нас все-таки в разные сезонные годы разные люди разных профессий отдыхают для лично для меня не обязательно летом его проводить этот отдых есть много других разных стран которых сезон летом например очень жарки да и лучше поехать там весной или осенью если же вы хотите конечно же отдыхать в этом июле отдыхайте но понимаете что возможности даются тогда когда они есть не я их выписываю да то есть не я подминаю под себя вот этот гороскоп я открываю программу и рассказываю вам смотрю передвигаю вот этот курсор по дням и рассказываю в какие дни с вами это случится естественно плюс у каждого свои транзитные карты и время места рождения в том числе до возможности они есть а уж как ими распорядитесь вы зависит от вас ребят спасибо что были здесь спасибо что досмотрели это видео до конца оставляйте вопросы в комментариях и если они у вас остались при этом оставляйте свою дату время место рождения и вопрос если вы хотите чтобы я на него ответил ребята отвечаю в порядке в режиме свободного времени потому что понимаете у меня есть еще и консультации еще есть другие соцсети где тоже отвечаю людям и работы с каждым новым выпуском все больше и больше те кто хочет побыстрее естественно жду на консультациях до конца лета вкусные цены летние осенью будем дальше разбираться что мы будем делать со всем этим августовским сложным периодом ну а сейчас пока ребята вы воплощаете в жизнь все свои мечты грезы желания амбиции и таланты которых у вас не так уж и мало в конце ролика по классике актуальные видео посмотрите их все если вы их еще не видели здесь и лето надежд здесь конечно же видео про то куда мы движемся как движется плутон что будет с нами ближайшие 20 лет и еще много чего ребят я желаю вам продуктивного месяца и увидимся с вами в следующем ролике пока пока